Здравствуй, дорогой друг! Сегодня я расскажу тебе про игру от разработчиков Тропико. Сурвивинг... Сурвайвивинг? Здравствуй, дорогой друг! Сегодня я расскажу тебе про игру от разработчиков Тропика. Сурвивинг Марс. Это очень простая игра. Ты сажаешь ракету, из нее выкатываются машинки, дрончики. Ты строишь заводец, который добывает бетон, прям как те, которые я видел в Геленджике. Дроны добывают сталь. Ты сидишь и улыбаешься от того, как все хорошо. И замечательно. А потом ты понимаешь, чтобы играть дальше, тебе нужно добывать воду. Но у тебя нечем добывать воду. Установка, которая добывает воду на земле. Ты звонишь на землю, говоришь, здравствуйте, пришлите мне, пожалуйста, установку, которая добывает воду. Тебе присылают эту установку, ты ее ставишь, ставишь купол, снова звонишь на землю, просишь присылать людишек, потому что у тебя все готово. Тебе присылают людишек, но всего 12. Ты звонишь снова на землю, говоришь, здравствуйте, можно мне еще, пожалуйста, людишек? У меня тут все слишком просто, мне нужно побольше. Тебе говорят, извините, но у вас как бы все ракеты, они на Марсе Вы не хотите одну нам вернуть? Ты такой без проблем, это очень простая игра Сейчас я вам верну одну из ракет Сейчас я ее только заправлю, и все, и она летит назад Но оказывается, чтобы заправить ракету, тебе нужен завод для производства топлива Который есть на Земле А все ракеты на Марсе И, пожалуй, стоит начать заново и читать обучающие подсказки Вторая попытка, ты читаешь обучающие подсказки У тебя все очень круто, уже 37 человек Ты наращиваешь производство, вообще все здорово Там ракеты летают туда-сюда, добываются какие-то деньжата Отличная, просто очень простая игра Тут вдруг, бах, тебе перестает хватать работоспособного населения Ты такой смотришь на купол Там написано, что 12 человек не работают и не ищут работу Ты такой, да что такое? Вроде бы все живы, почему они не работают? Что, что, что произошло? И тут ты смотришь, оказывается, у тебя появилось 12 пенсионеров Что? И ты начинаешь ненавидеть пенсионеров Потому что, оказывается, эти чмошники думают, что они могут не работать И должны при этом есть и так далее Ты думаешь, ничего страшного, я самый умный Я сейчас построю отдельный купол, отселю туда пенсионеров И все будет нормально Ты строишь отдельный купол, отправляешь туда этих гребанных пенсионеров Они, конечно, немножечко недовольны Потому что в куполе нет еды, эки и привереды Но ничего страшного Ты добиваешься своего Все 12 пенсионеров в куполе умирают И у тебя снова есть свободный дом В который можно заселить новых трудоспособных людей с земли Ура! Ты звонишь на землю, говоришь Здравствуйте, присылайте всех, кто есть Они говорят, извините, у нас есть только два вегана Ты такой, как два вегана? Там было куча желающих Они такие, тебе говорят Извините, но когда на Марсе кто-то умирает Люди с земли почему-то не хотят лететь на Марс Вот это удивительно В итоге ты сидишь на Марсе с горсткой людей Которых явно не хватает даже для того, чтобы обеспечить самих себя Какими-то нормальными услугами Не говоря уже о заводах и прочем Эти люди тоже скоро станут пенсионерами Есть два ребенка, которые там родились Но они не работают, потому что они дети И потом они не смогут нормально работать Потому что у них нет профессии Потому что ты не успел построить университет Потому что у тебя сейчас все уже станут пенсионерами Но, к счастью, ты знаешь, как с этим справиться На следующую попытку, потому что игра все еще очень простая Третья попытка Ты красавчик У тебя все хорошо Ты прожил уже 70 солов Люди не голодают Люди прилетают Ресурсы добываются Отлично И тут твой исследовательский аппарат Находит какой-то старый неизвестный разбившийся корабль В котором склянка треснувшая На которой значок биологической угрозы И ты такой, да ничего страшного Но через еще 10 солов Все население земли И все население твоей колонии мертво Таким образом ты узнал, как работают дополнительные сценарии в игре Очень простая игра Четвертая попытка На этот раз Качественно сделанная экономическая стратегия В которой тебе по голове может прилететь, например, метеор И это, в принципе, самое скучное, что может с тобой случиться Там есть еще куча дополнительных штук Сценариев дополнительных И так как она очень адаптирована по версии разработчиков к модам Скорее всего, этих сценариев и всего-всего остального Будет появляться все больше и больше Будем на это надеяться, по крайней мере Игра очень затягивает И она очень одноразовая То есть, когда ты поймешь, как построить колонию на 1000 человек Затратив на это, наверное, где-то от 5 перезапусков И от 100 плюс часов Ты потом снова сможешь построить ту же самую абсолютно колонию на 100 человек Пока, правда, не найдешь места для посадки Например, гору Олимп Где критически холодные температуры В которых вообще не работает добыча воды Где постоянно херачат метеориты Где постоянные песчаные бури На какой-то пустыне, если поселиться И ты такой просто смотришь на эти условия И думаешь, как тут, в принципе, возможно жить Я пока не знаю, как тут можно, в принципе, возможно жить Потому что у меня не было тех еще нескольких сотен часов Которые, наверное, нужны, чтобы научиться выживать в тех условиях В общем, да, действительно, игра очень простая И очень одноразовая Но этот один раз может затянуться на 300-400 часов, я думаю, вообще без проблем Простота, она очевидна, когда ты знаешь, что делать Но когда ты не знаешь, что делать Ты каждый раз открываешь для себя новое, новое, новое Понимаешь, что что-то нужно переделать Что-то надо делать иначе И это просто чрезвычайно сильно затягивает И самое главное, что ты должен помнить о игре Surviving Mars Это то, что ты ни при каких обстоятельствах Никогда не должен начинать играть в эту игру вечером Если с утра тебе нужно на работу Потому что ты просто гарантированно не выспишься Спасибо за просмотр Подписывайтесь Ставьте там всякие лайки и так далее Пока Вот Да, вот так вот